Морозы, оттепель, метели. В первую неделю года сибирская погода была капризной и переменчивой, и это сказалось на состоянии дорог и количестве аварий. Так, между Бийском и Горно-Алтайском лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Не обошлось без жертв. На месте скончалась водитель Toyota Vitz, остальным пострадавшим оказали медпомощь. А в районе Налобихе произошло ДТП с участием сразу пяти авто. Помимо столкновений, множество машин слетели с трассы, ушли в кювет. Причины тому погодные условия, а также косули на дороге. Больше сотни пожаров случилось на праздниках. За первые дни января в Алтайском крае было зарегистрировано 93 пожара, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство пожаров, 58, произошло в жилом секторе. На пожарах погибли два человека, еще двое травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 15 человек. Так эвакуировали посетителей одного из грильбаров Барнаула. Там загорелась вытяжка. А в доме на улице Воровского пожарные через окно на втором этаже с помощью лестницы спасли трех человек. В одной из квартир горели вещи и мебель. Огонь потушили спустя 20 минут. Но на одном из пожаров пострадал боец пожарной охраны. Сейчас он впал в кому. Речь идет о возгорании на складе автомобильной резины «Вианор». В сведения о пожаре поступили спасателям накануне ночью. На тушение прибыло около 100 человек и более 20 единиц техники. Два охранника успели покинуть здание самостоятельно. Подразделение города Барнаула работает по повышенному рангу. Горит торговый дом. Успех. Сложность. Осуществляется большая пожарная загрузка, резина, смазочные материалы и плюс спецсих. Примерная площадь пожара 500 квадратных метров. В шесть утра открытое пламя ликвидировали. Огнеборцам удалось спасти немало материальных ценностей. Причины возгорания устанавливаются. Неосторожное использование пиротехники на Павловском тракте привело к расстрелу людей. Благо, обошлось без пострадавших, чего не скажешь про два других ЧП. Для двух жительниц краевой столицы эти праздники оказались последними. Тело 38-летней Елены Подун, ранее заявленной как без вести пропавшей, найдено на крыше многоэтажки по улице Юрина. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 37-летний мужчина, являющийся бывшим супругом потерпевшей. По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от ее вещей и телефона. Сейчас готовится ходатайство в суд о том, чтобы заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Другое резонансное происшествие произошло в барнаульском поселке Пригородный. По данным следкома, 58-летняя женщина погибла от укусов собственной собаки породы Алабай. Животное нейтрализовали, проводится проверка. Пострадавшей оказалась врач, известный в крае, уролог-андролог Ярослава Яковец. Прощание с ней состоится завтра в храме Иоанна Богослова. Юлия Щепина. День с толком.